Я думаю, что поскольку у нас рамки наших занятий, они постоянно не вмещают все, что мы хотим сказать, я думаю, что мы должны как бы изначально все вообще, и те, кто выступает, и те, кто слушает, мы должны где-то понять, принять такую рамку. Наша задача не выдать как можно больше информации, чтобы люди как бы сдали экзамен, который у них перед глазами. Наша идея, я думаю, я предлагаю, наша идея – это представить самые разные направления и, может быть, даже поставить вопросы, которые бы способствовали, во-первых, пробуждению или подпитыванию интереса к недельным разделам, показали бы их актуальность, показали бы их значимость, показали бы, почему мы каждый год читаем одну и ту же самую книгу, что само по себе выглядит бредом, и на самом деле все-таки это не так. И продолжить дальше обсуждение. Теперь дальше в качестве времени я хочу сказать, что все-таки давайте сделаем так, мы будем ограничивать наши занятия полуторами часами. То есть, если мы сегодня начали где-то в полседьмого, то в восемь, в восемь пятнадцать мы все-таки заканчиваем, и не дольше, потому что иначе… Куда ты? Ты не то говоришь. Мы начали в пол восьмого, слегка, значит, по израильскому времени, в девять, девять, пятнадцать, соответственно, десять, пятнадцать по московскому времени мы заканчиваем. Выступление двадцать минут полчаса максимум, поскольку сегодня два выступающих, насколько я понимаю. Ну и, соответственно, разумное время как бы на вопрос, идея в том, что человек может как бы говорить все, что он хочет, он может предлагать какую-то концепцию, но при этом надо понимать, что он не может выступать в качестве еще одного выступающего, а он как бы дополняющий, поэтому его время ограничено порядка три минуты на то, чтобы человек может задать, спросить, направить и так дальше. Я должна извиниться сегодня, что мне придется уйти, ну, может, не сразу, но довольно быстро, потому что у меня важное дело вечером. Но поэтому я сегодня отстрою наше обсуждение. И я сегодня хотела рассказать две концепции, да, как Натан сказал, мы предлагаем идеи, концепции, которые, может быть, не являются простыми и легкими в его употреблении, но позволяют нам увидеть новый подход к какой-то пониманию тары. Я должна сказать, что это всегда происходило. То есть изначально тара дается как некоторый текст, и со временем начинаются некоторые переосмысления этого текста. Например, мидраши, которые по-разному понимают текст, как и простой его смысл, так и то, что стоит за текстом. То есть они, как бы осознавая смысл этого текста определенным образом, допустим, интуитивно понимая его смысл, они пытаются донести этот смысл до нас, когда добавляют какие-то цены, Натан, пожалуйста, цены какие-то, которых вроде нет в самом тексте, но они расширяют наше понимание смысла того, что там происходит. Иногда эти мидраши противоречат друг другу. Это не значит, что они реально описывают то, что происходило, но они помогают нам осознать идею текста. И это некоторый определенный этап в развитии понимания текста, который переосмысливался комментаторами. На основе этих мидрашей, и на основе их понимания комментаторы потом строили какие-то комментарии свои, которые внутри себя чаще всего не противоречивают, то есть придерживаются какой-то основной концепции комментирования. И ничего удивительного, я думаю, что в наши дни возникли новые совершенно подходы к анализу и комментарию текста, потому что вместе с развитием науки, как физики, так и герменевтики, например, то есть науки о тексте, появляются новые методы исследования текста вообще. И мы понимаем, каким образом можно обосновать наше интуитивное понимание текста, каким образом этот текст ухитряется донести до нас свою идею. И это не просто подтверждение каких-то древних знаний, которые нам переданы в мидрашах. Это к тому же методика, которая позволяет нам глубже понять эти тексты. И то, что я, это предисловие, это я каждый раз приблизительно одно и то же говорю, поскольку не всегда у нас одни и те же слушатели, это относится прежде всего к теории Бройера, которая рассматривает Тору как с точки зрения различных аспектов, хинок. То есть разные отрывки Тори, они направляются разными именами Всевышнего, например. Или построены по разной литературной, как-то сказать, конструкции, которые показывают нам, что они относятся к разным аспектам. Аспектам управления Всевышнего мира, которые на самом деле это не означает, и, скажем так, на основе этого во многих местах Тори Рафф Бройер обнаруживает разные рассказы. То есть мы видим как бы один рассказ, который идет вроде бы по некоторой логике, временной или фронологической, или другой. А Рафф Бройер показывает нам, что там есть два рассказа на самом деле, которые как бы не зависят друг от друга, и каждая происходит в своей какой-то плоскости, в своей координате, под разным божественным управлением. То есть каким-то образом происходит таковище, что он раскладывает на множители как бы эту картину, с тем, чтобы мы потом могли соединить оба этих параметра и понять, каким образом Бог управляет миром. Потому что это не единственное место, он в этом смысле не первооткрыватель, потому что и наши мудрецы говорили, что есть управление, различные типы управления. В каждом отдельном суде управление суда и управление милосердия. Это не значит, что Бог действует как, не дай Бог, две силы. Это одна и та же сила, которая внутри себя их соединяет. Для того, чтобы понять, как они соединяются, нам нужно проанализировать текст и понять, каким образом они сначала раскладываются на две разные координаты, чтобы потом увидеть общую кривую, как это делается в математике. На самом деле, Рав Бройр не единственный человек в прошлом веке, или даже в позапрошлом веке, который такую методику в иудаизме проводил. В области Галахии этим занимался Бриске-Ребе Рав Соловейчик, известный начинатель династии Соловейчиков, Бриске-Ребе называется он, у которого в его очень-очень сложной, очень развернутой методике анализа Галахии и Талмуда, у него тоже есть такой подход, что он раскладывает законно различные компоненты. В законе мы видим две различных идеи, которые в нем действуют, и в соответствии с этим результат может получиться такой или другой. И это довольно мощное средство анализа. Я не хочу сейчас приводить примеры, потому что это очень будет заумно для нашего урока, но, вообще говоря, это очень мощное средство, которое основано на той же самой идее, что через анализ мы можем потом осознать, как это все соединяется вместе и как пользоваться этим для установления Галахии, например. В данном случае, как мы можем построить общий рассказ, общее видение мира, когда мы видим картину с двух точек зрения. И в начале я вот хотела очень вкратце описать, как Рамброя применяет эту методику при оценке двух благословений, которые Всевышний дает, которые Ицхак дает Якову. Мы знаем, что в нашей главе Якова получает два благословения. Одно благословение он получает как бы обманом по направлению, по тому, что велела ему Левка, его Майя. А второе он получает от Ицхака без всякого обмана, когда отправляет его в Паданарам, для того, чтобы найти ему жену. Я, возможно, все-таки покажу. Да, сейчас, секунду, секунду, секунду. Посмотрим просто. Это не очень длинные благословения, поэтому мы можем их прочесть. На самом деле, я сегодня не собираюсь подробно анализировать текст. Я просто расскажу, каким выводом приходит Рамброяр, потому что потом я еще хочу коснуться, немного рассказать о том, как всю историю расценивает Маниту. Может быть, тоже очень кратко, хотя эта краткость она всегда упрощает. Вот это благословение, которое получает вместо Исавы, когда он притворяет Исаву. Да даст тебе Бог от росы небесной и от уков земли, и множество хлеба и вина. И да послужат тебе народы, и поклонятся тебе племена. Будешь господином набратьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твои. Кстати, тут я хочу заметить просто вскопку, что все время так, в течение всей этой главы есть сын мой у Исава, это Исава, а сын матери это Яков. То есть имеется в виду, что он ставит Исава как бы здесь главой. Ну, вместо него этому благословение получает Яков. Но когда он отправляется в Паданарам, и призвал Искак Якова, и благословил его, и заповедал ему, сказав ему, не бери жены из дочерей Хнаанских, встань, пойди в Паданарам, в дом Бетуэля отца матери твоей, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей. И Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и размножит тебя, и добудет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, тебе и потомствуему с тобой, чтобы тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Бог дал Авраам. И мы тут видим явным образом, что есть огромная разница между двумя благословениями, и это подчеркивает множество комментаторов. Все, они говорят, что, почти все, что первое благословение, оно было предназначено Исаву, поэтому Исав, как человек материальный, земной, получает благословение материальное, а когда Яков собирается выходить под Анарам, он получает благословение Авраама, то есть благословение потомства и земли, то, что было обещано Аврааму, то есть духовное благословение, благословение человека, который должен вести далее народ Израиля к той цели, которую Бог направил Аврааму. Но в данном случае мы видим уже и двух благословений, что в первом встречается имя Елуки, то есть имя природного, имя, связанное с мерой суда, а во втором встречается имя Бог Всемогущий, Кель Шадай. Это то имя, которым Бог обращался с братцами, это то, что он говорит потом в Моше. Я дал знать, назвался, скажем так, или проявил себя перед братцами как Бог Шадай, как Кель Шадай. То есть совершенно ясно, что это два разных совершенно... В конечном итоге идет речь о Боге Милосердном, в трехбуквенном имени Всевышнего, об особой связи братцев со Всевышним, о той связи, которая идет от Авраама через Хак, и он ее, это благословение передает Яхову. И так оно, в общем, было запланировано. Но в результате оба благословения получает Яхов. И вот Рафбройер, в соответствии с его подходом, он видит тут два рассказа о получении благословения. В одном рассказе, когда Яхов получает благословение Исава, то, что он его получил, это следствие того, что Ревка приняла некоторые решения. Она при этом основывалась исключительно на том, как она видела, как видно, характер Якова и характер Исава. Сказано выше, что там один из них считает поле, а другой сидит в шатре. И она считала, что по какой-то причине, что Яков должен получить это благословение, что он является продолжателем и поэтому должен получить. Короче, так случилось, что Яков был вынужден получить это благословение. Это как бы, мы видим, что это от него, в общем, даже и не зависит. Тогда как во втором рассказе причина решения дать это благословение, она не только Ревке, она и с хака. И тут оно более явное. Потому что это решение принято ими обоими, потому что оба они согласны, что что-то не так с Исавом. Что не так, он взял себе не тех жен. И это на самом деле одно из центральных мест у братцев, что они должны себе при построении народа очень важно брать правильных жен. Потом этому возвращается еще монету. Я, может быть, к этому в конце вернусь, если будет время. Нельзя брать неправильных жен. Абраам велел брать жен правильных. И критерия. Для этого специально раба послал в Патонарам. И вот теперь Исав, во-первых, он отказался от первородства, то, что он призрел его. Ему было совершенно чуждо вот это духовное служение. А во-вторых, он отказался это в реальности, от того, что завещал Абраам. Ему все равно. Он проложен, как их хотел, а не потому, что он считал, что нужно правильную жену взять для построения народа. И поэтому второй рассказ, он совершенно на другом основе. Он вовсе не основан на том, что Яков должен убегать от гнева Исава, потому что так получилось, что он взял его благословение. А он основан на том, что Яков должен пойти и взять себе правильную жену, чтобы быть правильным продолжателем дела Абраама. И тогда его Ицхад посылает. Это как бы два совершенно разных рассказа. Он его посылает пойти и взять жену. И если в первом рассказе, когда все у нас происходит как бы по мере суда под исключительно божественным управлением, все происходит естественно, Яков бежит от Исава, попадается под Анара, случайно встречает там Иллавана и знакомится с его дочками, получает их жену. Тогда как во втором рассказе все целенаправленно. Он специально туда идет, чтобы жениться, чтобы найти себе правильную жену. И здесь это его сознательный выбор. Его выбор действовать в соответствии с теми задачами, которые Бог поставил Абрааму. И в этом рассказе он действует в соответствии с мерой милосердия, с мерой Всевышнего, в контакте, в партнерстве с задачами, которые Бог ему поставил. Это вот вкратце. У нас получается два совершенно разных рассказа. Но мы должны понимать, что это один рассказ. По сути, человек управляет две вещи, две меры одновременные. Мера суда и мера милосердия. Они сочетаются между собой. С одной стороны, он должен бежать, потому что он боится писала. А с другой стороны, он идет целенаправленно, чтобы найти себе правильную жену и дальше продолжать дело. На этом я в двух словах совершенно попыталась рассказать подход Рава Брайра. Теперь я хочу рассказать немного о подходе Мониту, тоже очень конспективно. Вначале я все-таки хочу несколько слов сказать о продаже первородства. Почему вообще и у других народов тоже было принято давать первенцу некоторые преимущества. В частности, наследство он получает большую долю и так далее. В иудаизме, но это было не только в иудаизме, а в других народах. И смысл этого понятен. Потому что первенца, первый ребенок, который на самом деле является каким-то, в большой семье является дополнительным родителем. На него ложится время ответственности. Он больше всех помогает родителям. Он помогает заботиться о других детях. В принципе, на него как бы возложены дополнительные какие-то обязанности, поэтому у него и дополнительная ответственность. Поэтому он получает двойную долю. Это первое. И поэтому, естественным образом, вообще говоря, у всех, у многих народов, во всяком случае, именно духовные обязанности всегда возлагались на первенца. Потому что у них больше обязанностей. И они должны были вот эти вот, это первородство, и так говорится даже об Израиле, сын мой первенец Израиля. Почему Израиль первенец? Он первенец в том смысле, что на него возложены духовные обязанности по отношению к другим народам. И вот именно это не хотел брать на себя Иса. И это очень существенный момент в данном случае. Второе, что я хотела сказать про учение Маниту, это мы видели уже, когда изучали книгу Маниту, но не все там в этом участвовали. Поэтому я вкратце хочу изложить это. В чем смысл благословения по Маниту? В чем смысл святости? Маниту подчеркивает, основываясь на, так как это объясняют нашему мудреце, что благословение это добавление чего-то. Всегда. Добавление чего? У нас есть природа, и у нас есть Всевышний, который за этой природой. Только в рамках природы человек не может существовать. Он не выживет как-то. Он не устоит перед тем, что называется мера суда. Это то, что говорит Митрад, что Всевышний увидел, что хотел сначала создать мир только в мере суда. Но это как бы понятно, что это такая метафора. Не то, что он сначала хотел, а потом передумал. Это объясняет нам, что невозможно. Человек не выживет, не сможет устоять в мере суда. Поэтому он соединил меру суда с миром милосердия. И вот благословение это нечто дополнительное, нечто, что исходит из вне природы. Добавляется в мир и дарится человеку. И с другой стороны, это то, что человек может взять и продолжить его дальше. Получить это благословение и давать его другим. И добавлять в мир. И продвигать мир к целетворению. То есть построению мира, в котором, как говорит Маниту, будет решено уравнение братства. То есть построение нравственного мира, когда отношения между людьми будут исправлены окончательно. Вот это называется святость. То есть это благословение человеку дано для того, чтобы проявлять в мире святость, то есть продвигать его к целетворению. И разные люди к этому благословению относятся по-разному. Один человек говорит, отлично, Бог мне дал возможность благословения жить, наслаждаться, существовать и этим воспользовать. То, что у меня есть возможность еще давать что-то и куда-то что-то двигать. Это уже как бы меня не волнуло. И в конечном итоге Исаф это пример человека, который реализует все, что ему дано в этом мире, но не считает необходимым куда-то духовно мир продвигать. В отличие от от Якова. Теперь следующий вопрос, очень важный, который задает монету и который задавал Гришина, знал ли Ицхак о продаже первородства? На самом деле ничего про это в таре нам не сказано. Мы можем предполагать так или иначе, но на самом-то деле это не такой же существенный момент. Может быть, Ицхак и знал, что первородство отданное Якова, тем не менее он решил дать благословение Исаму. Но из того, какое благословение он дает Исаму, мы видим, что он правильно оценивает Исаму. Он понимает, что Исаму это человек действия, человек, который связан с материальным. И тем не менее он хочет ему тоже благословить, дать ему силы в этой области продвигаться. Почему? Манету говорит, что у Ицхака было такое представление, и мы вполне можем его понять, что оба его сына в принципе должны вместе работать. Что один будет продвигать материальное, другой будет продвигать духовное. Это будет такой замечательный тандем, из которых вырастет будущий народ Израиль. И вообще говоря, как говорит Манету, мы никогда заранее не знаем, как дело обернуться. Это задним числом, когда мы уже много раз читали Тару и прочли, что вот так вот все случилось, мы понимаем, что вряд ли что-нибудь вышло. Вот это, что эта мечта Ицхака могла бы быть реализована. Но когда мы находимся на какой-то определенной ступени, еще не знаем, чем все кончится, вполне можно было бы положить, что Исал, несмотря на то, что он там брал себе неподходящих жен, потом одумается и решит действовать по-другому, несмотря на то, что он начал ненавидеть Якова, между ними нет любви, скажем. Тем не менее, это все, может быть, можно исправить. И тут вопрос стоит. На самом деле то, что говорится, тоже спрашивал Гриша, о зрении Ицхака. Говорится ли здесь о духовном зрении или говорится действительно о реальном зрении? Маниту приводит очень много примеров, что когда говорится о зрении, говорится о духовном зрении, о том, что человек видит суть. И, может быть, действительно есть тот намек на то, что Ицхак в какой-то момент не видит, не провидит, даже скажем так, то, что будет дальше с СССР. И поэтому все-таки надеется на реализацию вот этого плана идеального взаимодействия Якова и СССР. И я тут хочу напомнить, что мы уже встречались, и Маниту это тоже говорит, с похожей моделью. При Каин и Ави, один был человеком земли, человеком действия, а другой был человеком духовным, так сказать, и которого возложено было на Эвеля, как говорит Маниту, там обязанность воспитывать Каина. Это он должен был научить его уравнению братства. Он должен был морально воздействовать на него и привести их обоих к миру. И это был бы очень решающий какой-то момент мироздания, если бы они тогда еще могли наладить между собой братские отношения. Так же и здесь. И Цхак надеялся, что они это смогут. Но реально они этого не смогли. И может быть, может быть, я даже не помню, что бы здесь Маниту это говорил, я где-то в другом месте читала, не в этой статье, что он говорит, что Яков тоже не справился в каком-то смысле с тем, чтобы наладить с Исавом правильные отношения. И может быть, если бы это случилось, может быть, весь мир бы выглядел по-другому. Теперь вопрос, почему Рифта предпочла Якова. Опять же, тут не сказано об этом прямо. У Бройера он это выводил из того, что она просто оценивала как бы их характер. И тут тоже считает, что женщины наделены более острой интуицией в отношении оценки отношений между братьями. Кроме того, он упоминает о том, что Рифта уже получила пророчество, о том, что она знала из пророчества, что от нее произойдут два народа и две нации. совершенно разные стороны разойдутся. Они не будут действовать вместе. Опять же, неизвестно, как бы это могло реализоваться. То, что там сказано, и старший будет работать младшему или младшего, это интересное место такое, где грамматически невозможно определить, кому будет служить. то есть теоретически можно было бы представить себе так, в соответствии с тем пророчеством, что при правильном взаимодействии между братьями, пускай Исаав будет главным, пускай он будет ведущим и он будет продвигать материальную жизнь, но при этом он будет опираться на Якова. Яков может быть второстепенным, но он будет ему давать духовную пищу. Похоже на то, как сказано про Яфета, скажем, и про Шема и Яфета, что даст Бог простор Яфета, то есть даст ему силы действовать в окружающем мире, искусстве и так далее, но он должен обитать в сатрах Шема. Но это все под моральным руководством, нравственным руководством Шема. И то же самое могло бы быть возможно и здесь. Как идеал, это существует, но как реальность это не реализуется, как выяснилось. Не реализуется, потому что нет между ними братских отношений. И это с одной стороны. А с другой стороны, так же, как и Раврояр, Муниту подчеркивает, что женитьба Ицхака сделала его нерелевантным для духовного лидерства. То есть, во-первых, из-за того, что он призрел, понятно, что он призрел первенство, то есть свое предназначение в качестве священника для народа Шмира, например, то, что должно быть у первенца. А с другой стороны, потому что он женится ни на ком, ни на том, что надо. И тут Муниту добавляют, почему? Собственно, в чем проблема? Почему нельзя жениться? Что там нет хороших девочек? Когда Авраам посылал своего раба тоже к своей семье, чтобы найти жену для Ицхака, там тоже есть проблема. Очень хороший человек, это Авраам, помидрашу, у него есть хорошая дочка. Почему не женить этого хорошего сына на хорошей дочке, несмотря на то, что сын из простого смысла, а дочка из медраша? Ну, почему бы не женить? В принципе, этот вопрос там стоит. Что такого особенного? На этот вопрос есть много разных ответов, но Мунита дает специфический очень ответ. Он говорит, что этот род Авраама, они все универсалисты, космополиты, не безродные, но космополиты. И поэтому до того, как сформирован народ уже, нельзя соединяться ни с чем партикулярным, ни с каким конкретным народом, народностью, ни с какой конкретной группой, которая видит мир ограниченно, только своей какой-то отдельной точке зрения. потому, потому что задача еврейского народа объединить всех, не навязать всем наше еврейское представление, отдать каждому народу самовыражение его ментальности, его представления о мире в правильных рамках, составить эту мозаику из разных народов. это то, что Бог говорит Аврааму, что он будет отцом многих народов, что в нем благословятся семьи земли, то есть он даст возможность, благословение, то, что мы говорили раньше, развитие, продвинет другие народы к тому, чтобы служить Всевышнему. И поэтому получается так, в какой-то момент, что Ривка понимает, что этот идеал не реализуется, и она ставит перед Яковым задачу принять на себя обе функции. Это то, что мы видим благословение Ицхака первым, когда он говорит, что это руки Исава, а голос Якова. В какой-то момент Якову приходится быть и Савом и Яковым вместе. И только вот такой человек, который совмещает в себя два благословения и две эти функции, он становится родоначальником народа Израиля. И эта задача, которая стоит перед народом Израиля, мы можем быть народом Израиля, мы можем быть светом для других народов, мы можем выполнять свою функцию только тогда, когда мы работаем и в материальном мире и руководствуемся в нем духовными вещами, то есть именно в материальном мире мы должны реализовать наше назначение, создать реально нравственные взаимоотношения между людьми и между народами. Никуда. До сих пор. окей, прежде чем мы перейдем к следующему теме или темам. Пожалуйста, короткое обсуждение. Кто-то что-то хочет спросить, сказать? Да, Нихама, спасибо большое. Я немножко подчеркну такой момент. То есть получается, что вот эта пара братская своего назначения как бы провалила в какой-то мере свою церковь. Возможно. То есть получилось, что в идеале должно быть Исаф за материальное отвечать, Яков за духовное, а получилось так, что Яков пришлось взять на себя роль и того, и другого. А, соответственно, Исаф как бы вообще выбыл из дистанции сошел. И момент, второй момент, простите, и вот такой момент насчет того, что почему пришлось все-таки обманом вырывать вот это вот благословение. То есть видимо, мать чувствовала, что вот этот вот старший сын, который как бы уже превращается в какого-то разбойника, то есть его грубая сила превращается в какое-то орудие ничего-то дурного, получается, нельзя давать ему благословение, потому что оно еще дает придавать дополнительную силу вот этой какой-то негативной этой вот усилии, еще и усиливать нельзя, получается, так как-то вот мы не сами расскажем. Но на эту тему, я думаю, будет сегодня на данном говорить, к сожалению, мне придется отлучиться, я не смогу с ним поспорить, но действительно, тут большой вопрос, почему ей пришлось это делать через обман, это серьезный вопрос, непростой, и на самом деле на него, мне кажется, окончательного ответа нет, делала она хорошо или плохо, потому что, еще раз, мы сейчас знаем, что постфакуум, что, наверное, она поступила правильно, так и надо, но мы не знаем, как могло бы быть, если бы нету тут сослагательного наклонения, в тот момент, когда мы находимся в середине самой истории, мы не очень понимаем, кто из них прав, потому что не то, что Ицхак полагался, но и сам и хотел его сделать духовным лидером, этого не было, но был некоторый идеал, насколько он был неправомерным, это на самом деле не очевидно, да, но поскольку история уже пошла по такому пути, задним числом, мы говорим, наверное, так и наоборот, да, так же, то есть в истории, получается, вот эта история, как бы, идет все время какими-то хитростями, вот история Яков, ну, как бы тоже покупает у брата первородства, ну, как-то вот тоже что-то, есть некий элемент такой немножко странный, так, ну, по прямому смыслу. На самом деле, там, конечно, я тебе дам покушать, а ты мне дай первородство. Второе, он обманывает отца. Там требуется отдельное, там требуется отдельное. То есть все время какая-то вот идет, вот какая-то вот, то есть что-то хорошее должно прийти путем какой-то вот не прямым, а каким-то косвенным, то есть все время через что-то вот, ну, не совсем вот такое вот, вот как-то вот такой интересный момент. Ну, это отдельный вопрос, но я хотела добавить к вашему, то, что ИСАФ сошел с дистанцией, я не думаю, что можно прямо так сказать, и это тоже очень уже выходит за рамки, хотя и Маниту об этом много говорит, но просто это будет слишком сильно расширять рамки рассмотрения конкретного, поскольку Ла-Працет, это знак для потомков, это имеет не местное значение, что там происходило в семье Ицхака между Яковом и ИСАФом, это имеет значение для нас, соотношение между нами, скажем, и домом, то есть христианством, и нет окончательного ответа, как будут развиваться наши отношения, сможем ли мы на самом деле наладить нормальные отношения и направить там нравственные какие-то взаимоотношения между народами, к примеру, если брать очень-очень расширенно. Или опять же придется тем или другим способом брать все на себе. Нет ответа окончательного на это. Это как бы скорее вопрос, чем ответ, но это не значит, что действительно ИСАФ сошел с дистанции со всеми, потому что мы знаем, Драша говорит, что голова ИСАФа скатилась в пещеру и так далее. Тут много о чем можно говорить, но это просто как намет. Окей. Натан, можно одну секундочку я только быстро хотела просто немножко акцентировать и поблагодарить Нехаму, чтобы обратили внимание, что у вас так получилось конспектом, но даже и лучше, что именно нужно обращаться на подход, то есть выбирать один, нельзя мешать все в кашу, как вот иногда мы часто делаем, а может он на этом, то есть нужно выбирать какой-то подход, понятно, что мы можем переходить от одного к другому и тогда какую-то концепцию наверное выстраивать, чтобы было какое-то понимание, если я правильно поняла. Да, я попыталась привести две концепции, которые где-то соперикасаются, а где-то говорят совершенно о разных вещах, потому что Бройер говорит о божественном управлении, как оно работает в мире, а сам Рамманиту говорит о том, как реализуется как-то сказать, избранность построения народа Израиля, как реализуется вот это историческое продвижение, менее обращая внимание на какие-то различные компоненты управления, которые здесь работают. если я может я не очень удачно сейчас сформулирую, если понятно, да. Основная идея не то, что у человечества есть некоторая цель построить здесь в мире нравственные отношения между людьми и международными, Израиль создается для того, чтобы быть направляющей силой в этом отношении. И каким образом это будет создаваться, это очень важный вопрос, и этому как раз это и посвящено в основном все его лекции. Окей. Мы можем главное перейти к следующей части. Не знаю, наверное, да, я очень извиняюсь, что должна вас покинуть. Нет проблем. Потому что мне нужно бежать, там у меня есть проверка, но встретимся через неделю с большим удовольствием и будем надеяться, что мы готовы, я бы сократила вдвое, наверное, чтобы присоединились еще люди, каждый с какой-то своей идеей. На самом деле, я не считаю, что плохо взять какой-то кусок и рассмотреть его с точки зрения разных подходов, разных комментариев. поэтому это бывает очень важно понять, почему каждый из них говорит по-другому, какая идея у каждого из них. Это очень важно нам для того, чтобы построить наше объемное представление. Это не только с точки зрения разных методик, но и с точки зрения разных комментаторов. Это как бы не только для просто перечисления, а для того, чтобы видеть картину более полной. Ну ладно, спасибо вам всем, до свидания. Пока. Спасибо, Нахама. Спасибо, Нахама. Быстро переходим к следующей части. Значит, я подготовил несколько таких тем направлений. Два момента хочу сказать в начале. Я думаю, что я как бы поставлю такую основную задачу, которую я хочу достичь. Это, может быть, несколько отличается, как я делал в прошлые разы. Я не буду подробно разбирать каждое. Моя идея как бы как прожектором осветить несколько моментов, которые мне представились как бы интересными и заслуживающего внимания. И это в каком-то смысле больше выставление некоторого направления и как бы вопросы-указатели для дальнейшего додумывания обсуждения. Окей, параллельно хочу сказать, в чате есть вопросы Грише, значит, можете одним глазом посмотреть или как-то. Мы постараемся в конце сколько-то из них еще посмотреть, если нет, то остальное будет в чате. Окей, передальше. Теперь непосредственно к тому, что я хотел сказать. Смотрите, есть несколько очень интересных направлений, на которых я хотел бы остановиться. Первое это по-русски я написал «Уходи от нас». Вообще вот вся эта тема, которую можно начать, можно назвать как вообще такое первое, то, что мы называем феномен, явление, которое называется антисемитизмом. Я не знаю, какое, честно говоря, точно научное определение антисемитизма, может быть, Гриша другое поможет. Насколько я понимаю, это что-то типа беспричинной ненависти. Окей? И давайте посмотрим на примере Исхаха, как это было. И вот эта вот линия, линия, она очень интересна. Эта линия, она выражается, посмотрим, как бы вот куски из сухим стихов, которые показывают линию направления. И посмотрим даже, насколько это актуально, насколько это было как бы в веках, и насколько это актуально для нас сейчас именно. Итак, куски такие. Сначала читаю на юриде, потом перевожу. Вы икнеу, то, плештин. Грубо говоря, стали завидовать. Кнеу, то, у них появилась кин-а. Кин-а – это зависть. Ему стали завидовать плештин. Почему они стали им завидовать? Ну, как бы до этого факташем понятен. Почему? Потому что Исхак, который был пришельцем, он совершенно непропорциональный, преуспел. Одно из выражений в том, что, вы знаете, такое вот, по-русски это хорошо переводится, сторица. Я думаю, что русская сторица как раз оттуда. Грубо говоря, сел мешок, а получил 100 мешков. Иерусалимский квартал, Меа-Ша-Рим, это не потому, что там 100 ворот, а потому, что его основали тогда, когда как раз читали Парашют-Улдот. И вот как раз Меа-Ша-Рим. Меа-Ша-Рим – это сторицы. Сто раз. Вот сто раз, Меа-Ша-Рим – это дословно сто раз. Ну вот, это первый кусок. Значит, они его возненавидели. А дальше, после того, как они его возненавидели, они говорят знаменитую фразу, которая повторяется, вообще говоря, все время в истории. Да, Ва-Ём-А-Ру-Ме-Лах-Э-Лиц-Хак Лех-Ми-И-Ману. Уходи от нас. Причем, интересно, в такой форме еще, да, вот Ме-И-Ману, вообще, я не знаю, надо бы посмотреть конкордации, насколько часто это встречается, но Ме-И-Ману, чем-то современные греки так не сказать. И Ме-И-Тану, можно сказать, но Ме-И-Ману, может быть, это связано с Ам, в смысле от народа, но уходи от нас. Грубо говоря, пошел вон. Мы не хотим тебя. А чем все это кончается? А кончается тем, Ва-Ём-А-Р-Лэ-М, Ай-Мецкак сказал, Мадо-Бат-Э-М-Э-Лай, Бат-Эм, Сан-Э-Т-Э-Му-Ти, Виш-Лаху-Ни-Мит-Хэм, Ай-Мецкак сказал, когда они пришли к нему мириться, и вот Бер-Шева, вся эта идея. И он им сказал, он удивляет, зачем вы ко мне пришли? Ведь вы же меня ненавидите. Вы вообще отослали меня от себя, выгнали меня от вас. Ну так вот, первое теперь по кускам. Вот интересно, идея, я сейчас буду все время прыгать как бы из истории с Исхаком на реальности, современности. по-моему, они очень как бы перекликаются. С одной стороны, ну вот, чудесное приспевание Исхака, мы видим это на протяжении всей человеческой истории, включая как бы сегодняшние, я не говорю, предназначенные премии, про Израиль, стартап-нейшн. В общем, это вещь, которую понять невозможно, на самом деле. То есть, она не подается никакому техническому, научному описанию, почему статистические евреи, они гораздо сильнее преуспевают на фоне тех народов, в которых они живут. Этот факт невозможно как бы понять, за этим что-то стоит. Что это, можно как бы рассуждать, но это как бы факт. Теперь дальше. Беспричинная ненависть, посмотрите, Исхак вырывает колодцы. Они его ненавидят настолько, что они засыпают его колодцем. Ну, вообще, как бы по простому смыслу, сейчас не в Миша до голосов, с которым всегда объясняет, но по прямому смыслу это какое-то бредовое занятие. Колодцы нужны всем. Колодцы служат всем. То, что они специально их зарывают, то, что специально зарывают, это просто от беспричинной ненависти. Горела хата. Теперь дальше. Парафраза, парафраза, она такая. Вот прямая связь между тем, что делали, тем, что делали Плештин и Хрустальная ночь в Кристалнахт, Хрустальная ночь в 1937 году в Германии. Немецкие евреи, которые считали, что, ну, как бы понятно, для них Германия это родной дом и вообще, как бы, тема устроения еврейской судьбы через немецкий народ и так дальше, там, и Дельсон, и все, и это все разбилось в одну ночь. Практически разбилось в одну ночь. Это была не просто пощечина, это было, они получили просто удар. И это то же самое, это как в каком-то смысле это беспричинная ненависть, что евреи тоже, как они в Кокисках преуспевали, они точно так же преуспевали среди немцев, продвигая тем самым немецкий народ. Точно так же, как Плешним сказали, так же немцы сказали. Теперь дальше. Вот я сейчас говорю такую вещь, у меня это перекликается сильно. Посмотрите, вся идея нового Ближнего Востока, это было как бы на нашей памяти, то, что это как бы Перес, все прочее. Невозможно было понять. Их идея была очень простая. И продавали некоторую схему вполне логичную и понятную. Мы будем для вас айтека, мы будем стартапом, мы будем для вас, мы откроем вам новые технологии, мы откроем вам все. Они сказали, нет, нам это не надо, мы вас прежде всего хотим убить. Все, а потом все остальное. Мы вас не хотим здесь. Все беспричинная ненависть. Окей? Теперь дальше. А вот интересно, каким образом сейчас это возвращается? Интересно, как это у Ицхака получилось? Почему они пришли к Ицхаку? Наверное, вот мой как бы ответ такой. Они пришли к Ицхаку, когда они поняли, что Ицхак, это, вылетело у меня из головы слово, когда это, он утвердился, он сформировался, это данность. Они пришли к Ицхаку, почему? Потому что он стал представлять собой силу. И вот на мой взгляд, то, что сейчас происходит, эти заключения договоров с Бахрейнами, вот вроде Саудовская Аравия как бы уже стоит, и там вот эти Эмираты и все прочее. И мы как бы их воспринимаем в новостях, но с другой стороны, это очень напоминает эту ситуацию. Почему с Пересом нет, почему Осло нет, а почему это да? Потому что Израиль как бы показал, мы можем без вас, мы будем продвигаться, но не хотите, не надо. И когда Израиль сформировался, когда он подходит с позицией силы, тогда к нему приходят и заключают с ним договор. И договор этот называется Брит Авраам. Вот это то, что сейчас называется Саудовской Аравией, с Эмиратами и все прочее. Интересное, да? Ну и как бы заканчивая эту линию, я просто хотел сказать, что я слушал, может быть, кто-то из вас слушал на иврите, очень интересная панель была обсуждение Израиль между народом, Исраиль бен Амин, Рава Шерки и как бы еще там профессора или все прочее. Вот там была очень интересная схема, очень интересное как бы обсуждение, а именно правильное соединение универсального и национального. То есть какой правильный путь, каким образом евреи-израиль должны продвигать универсальные? По-видимому, правильный путь это через продвижение национального. Когда ты продвигаешься национально, когда ты утверждаешься, тогда, Тогда это получается универсально, а не наоборот, как это было у Переса, например. Это была сплошная кровь и больше ничего. Вот это первое направление, которое я бы хотел разобрать. Следующее направление совсем другое. Я специально взял темы, которые сегодня не похожи. К тому, что разбирала Нехама, о чем говорили, старший будет служить младшему. Цаирь, а вот старший будет служить младшему. Тема такая, тема о скрытности между ступругами, например, Ривки и Цхака. Вот это интересная тема. Понятно, что у нас тут столько событий, даже как бы разложить и сказать, ну, это было так или так, понять невозможно. Может быть, различные направления мысли. Более того, Нехама показывает, что есть различные пласты, двигаться внутри одного пласта, не надо двигаться в другой пласт и так дальше. Но вот, скажем, разбирать такую штуку. Есть такой мидраж, да, или вообще есть такое направление о том, что Ривка, она как бы через свой пророческий дар, она понимала, почему у нее такое буйство происходит в чреве. Почему там как бы они неспокойно себя ведут? Что она на самом деле, она знала уже вот эту вот схему, эту парадигму, что старший будет служить младшему. Тогда возникает вопрос, а почему она не сказала Цхаку? Более того, она как бы сделала себя, как будто она не знает, пошла к Цхаку и сказала, ну, вот, мол, я такая глупая, я ничего не понимаю, ну, ты вот у нас мудрый, умный, ты мой муж, пойди, узнай там и все. Возникает вопрос, ока, если идти по этой схеме, а в чем причина того, что Ривка скрыла от Цхака? Рамбан, он отбивает это по как бы трем пунктам, ну, такие более-менее логичным. Как бы, грубо говоря, это называется шломбайт. Шломбайт – это мир в семье. Ну, во-первых, как бы скромно, женщина должна сказать свое место, она должна показывать мужество, она больше его понимает, во избежание ссоры и так дальше. Он пишет на Еврике так. То есть, я не должна тому, у кого настоящий пророческий рак, я должна ему говорить, да? Но с другой стороны, пока, с другой стороны, смотрите, как бы совершенно неоднозначно. И похоже, похоже, что все-таки она себя неправильно ввела, если идти по этой схеме. И что такая недоговоренность, она ведь, эта же схема все время продолжается. То, что на Цхаку самое начало не сказала. Послушай, я чувствую, что это вот так и вот так и вот так. Если бы она ему это объяснила, и он бы это понял. Может быть, вся вот эта вот дальнейшая коллизия, которая была с этими обманами, то есть какая-то совершенно странная закрученная история. Может быть, она вообще бы ее бы не была. И тогда вот этот автор этой заметки, которую я как бы рассказывал, он говорит, что, наверное, наверное, она неправильно себя вела. На Еврике это называется шкифут. Шкифут, то, что по-английски трансперти, прозрачность. И правильно, по-видимому, ситуация, когда между супругами есть полная прозрачность. И нету недоговоренности. Потому что мы видим, что такая недоговоренность, она может привести к совершенно тяжелым последствиям, как и было в истории с Ривкой Цхаком. Окей? Вот это вторая линия. Теперь дальше. А, да, он пишет на Еврите такой, как бы, конец. Пишет так. Вот это скрытие, на Еврите скрытие, это астара. Отсюда, как бы, эстер по ним, другое скрытие божественного лика. Но это тоже слово астара. Астара? Эйнатова. Астара, это неправильно. У нее есть мхтир кавет. И за это приходится тяжело платить. Почему? Потому что вот это сокрытие, она создает, это тоже на Еврите, слова, которые очень-очень в современном Еврите, ты все время их слышишь, да, называется машбер эмун. Машбер эмун, это, не знаю, как это по-русски, наверное, тоже есть слово. Машбер эмун, это означает, когда между людьми кризис доверия. О, кризис доверия. Машбер эмун, это кризис доверия. И даже, да, во-первых, из-за того, что эта тема скрыта, а во-вторых, из-за самого факта скрытия. И это правильно, в смысле, что такого не должно быть, как между супругами. И точно так же это правильно в том случае, когда люди находятся перед тем, как они женятся. Они не должны скрывать, они должны говорить напрямую. И дальше он заключает. И будет хорошо всем нам, если мы будем открытые и прозрачные. Особенно в случае, в случае, когда это был Ицхак-Варевка, и они как бы понимали, что они занимаются не частными проблемами и частными деторождениями, что они зарождают основу нации, основу общины, общества. И очень может быть, что вот эта вот линия, которую мы сейчас набираем, она как бы очень человеческая и понятная. Когда Ривка не хотела просто, грубо говоря, вылезать, не хотела быть нескромной. Все эти причины. Но то, что она это сделала, привело к очень тяжелым последствиям. Окей. Это вторая тема. Третья тема, мне тоже кажется, очень интересна. Называется «Ловля устами». Совершенно в нашей этой пароше, в нашем недельном разделе, есть очень много кусков, которые очень трудно понять. Невозможно, как бы по простому смыслу, они не ложатся в схему. Но, да, что нам говорит Тора? Тора говорит «Выросли от руки». Перевод стал «Дотру». Не совсем мне он нравится, но тем не менее вычитаю. «И выросли от руки, и стал Исаф человеком, сведущим в улове». Цаид называется «Улов». Сейчас будем разбирать это слово. В общем, это от слова «ловить» на самом деле. Но как бы «Улов» по-русски, по-моему, это не очень. Человеком полевым. Человеком полевым. Рамбан говорит, это Батлан, который Батлан, человек. Пустой, который проводит время, как бы шляясь в полях и пытаясь добить, пытаясь как бы без особых усилий получить вознаграждение тем, что он ловит полевых зверей. А Яков – человек бесхитростный. Тоже интересно. Там, да? Там – это очень интересное слово. Там, мне кажется, это ближе всего по-русски то, что называется наивняк. Хотя, может быть, в современном русском языке это как бы отрицательное значение, да? Но на иврите тоже, честно говоря, в этом есть такое там. Когда почему-то говорят, ну, ты вообще наивняк. Ну, а та, бемет, а таишь там. Та, там, та, а таишь там. Да? Но, тем не менее, Яков бесхитростный. Пребывающий в шатрах. А дальше он непонятно сказано. И любил Ицхак Эсава, а что это он вдруг Эсава полюбил? Как по простой схеме понятно, да? Ицхак – правильный человек, так-сяк, ну, как бы, понятно. Трудно себе предположить, что какой-нибудь Рам, то есть преподаватель высокого уровня в Ешиве, да? Вот у него такой братан есть или приятель есть, который там на охоту ловит, там еще что-то такое. Ну, как бы, у них разные сферы вообще, они не пересекаются. Ну, мало того, что он любит, да, Ицхак любит Исава. А почему? Потому что сказано, цаид бы пив, ибо улов у него во рту. Сейчас будем это разбирать. А Ривка, опять же, Ривка любила Якова. Ну, почему Ривка любила Якова, мы же понимаем, как бы, исходя из предыдущего. Потому что она, она, она понимала, какое правильное развитие событий. Ну, вот то, что нам интересно в этом куске, да, вот этот цаид бы пив, это вообще непонятно. Мало того, что он его любил, да, еще сказано, он любил, почему? Потому что улов у него во рту. Цаид бы пив. Во-первых, знаете, всегда, когда в такой ферме цаид бы пив, пив всегда у него, у кого у него? Он у Ицхака, либо у Исава? Ну, что, любил за то, что, ну, грубо говоря, жрачку ему приносил? Ну, это вообще, как бы, не занимаемся, как бы, кулинарией, гастрономией. Трудно, трудно, трудно поверить, что Ицхака можно купить, как бы, за хорошую еду, там, и так дальше, да. Ну, вот это вот интересно. Цаид бы пив, это очень, обычно разбирают это таким образом, что он ловил устами. Потому что, когда говорится бы пив, это всегда можно сказать, что уста у человека, они служат не только для еды, а для речи. А речь может быть, то есть, когда человек хочет кем-то манипулировать, да, то самая лучшая манипуляция с помощью речи, да, лживая, обманная речь. И вы знаете наверняка, что есть медроши, которые говорят, что Ицхак к нему приходил, он не говорил ему, слушай, а с ним за кабаном гонялся, или там вот медведя уложил вообще рогатиной и все. А он приходил, всякие хитрые вопросы по Галахе задавал. Типа там, как десятину от соли отделять, какие-то сложные вопросы, да. Там кто-то из комментариев, не помню, кто, может быть, даже тот же Рамбан или Рашик говорит, что он специально проходил там задними дворами забытыми драшами и так прислушал, а зачем там говорят. Он только слушал отрывки фраз, приходил к отцу и говорил, послушай, я вот такую штуку вообще сегодня думал, никак не могу врубиться. Как это вообще, это самое правильное, разрулить? Вот А Ицхак думал, вау, какие-то сложные вопросы вообще говоря. Целый день ломал, просто цадик, вообще праведник, да. Окей, то есть вообще говоря, он занимался, он занимался манипуляцией, да. Так вот, вот это выражение цайд бепиф, да, ловить устами, это вообще такая идиома в современном, в современном, в современном иврите. И если, тем не менее, Хазаль пытаются как-то мудрецы объяснить поведение Ицхака, да, тем, что он, ну, где-то догадался, понимал, но он хотел его приблизить, он хотел на нем жалиться. Он считал, что если он не будет им заниматься, он как бы станет совсем плохим человеком. Но это оставим. Теперь дальше, эту статью интересно, этот автор, он заканчивает тем, что, как вам известно, Израиль вообще очень часто на выборы происходит. У нас, по-моему, два года прошло со времен последних, мы опять идем, вроде бы, на выборы, да. И как бы призывает, чтобы народные лидеры, вот, они не были манипуляторами, они были как Ицао, то есть они не ловили бы устами, а они бы говорили, есть такое выражение у человека, то, что у него на сердце, то, что у него на устах. Это прямо обратное, вот это прямо обратное поведение Ицао, да. Человек должен быть прямолинейным, а вот то, что это Ицао, это ловля устами, это, это, например, вот этой манипуляции. И мы видим, что иногда или зачастую эта манипуляция, она работает, но мы должны быть достаточно, то, что называется, пикхим, мы должны быть достаточно, как бы, осведомлены и осторожны для того, чтобы понимать, где происходит манипуляция. Вот это три направления, которые я хотел так на одной ноге быстро обсудить, да, вот эти три. Первое, мы сказали, беспричинная ненависть, антисемитизм, это Ицхак и Плештим, и Колодцы, да, и как правильно вообще устанавливать мир. Дальше старший будет служить младшему, это история о недоговоренности между супругами, да какие-то должны быть правильные отношения. И третье, это манипуляции Ицао, это ловля устами, окей? Вот так вот на одной ноге совсем, значит, как бы я хотел закончить. Теперь дальше, если есть вопросы, давайте обсудим, а потом я хотел, как бы, оставить время и перейти к тем вопросам, которые Гришин написал. Кто-то хочет спросить по тому, что я говорил? Хотелось бы добавить, я бы, я бы добавил, ой, простите, кто-то хотел добавить, Ольга, да? Не, ничего, Аня, говори. Ах, а я просто к тому, вот я бы, может быть, если уж к теме антисемитизм, я бы добавила вот это вот благословение, вот это отношение между братьями, туда же тоже. Я, как я знаю, например, в Средние века напрямую говорили евреям, когда их там, почему мы вас не любим, европейские народы. А вот вы помните, как ваш там предок, так сказать, обманул нашего предка, он там пришел обманом, хитростью там отобрал у нас, вот, значит, так сказать, то, что нам принадлежало, может быть, отца обманул. Вот вы до сих пор такие хитрые, нас обманываете, вот вы пытаетесь тут на кривой козе нас объехать, это вот, это как бы кто туда. А второй момент я хотела как бы в защиту, вот тут какое-то обвинение, как бы, ну, не обвинение, а некий упрек в адрес, вот, в частности, Ривки, что вот она с мужем не была откровенной, и поэтому такая была вот история произошла, что вот из-за этого, может быть, там все пошло бы иначе, если бы она напрямую сказала мужу, но ведь человек видит то, что он хочет видеть. Вот, может быть, так сказать, в характере Ицхака все-таки что-то было, то, что ему нравился старший сын, а не младший. Может быть, ему нравилась вот эта вот его сила там какая-то его, что он человек, так сказать, практический, что вот он, да, он там на охоту ходит, он умеет, жизнь не пропадет, а младший, он какой-то, как ботаник, как говорят, сказали бы, учится там, что-то читает, ну, что он там, как бы, не приспособленный к жизни какой-то. Вот, может быть, поэтому он, так сказать, отец предпочитал старшего-то, и то, что жена бы, может быть, она понимала, что все, чтобы она бы не сказала бы, это было бы, ну, бесполезно, как бы, так сказать, ведь обычный человек видит то, что хочет видеть, вот так бы я сказала бы. Вот такой момент, потому что, ну, как бы, ну, странно, как-то вот, так вот, ну, буду я с кем-то откровенна, ну, и что? А человек, на самом деле, как он считал, так он и считает, я его не смогу переубедить, тем более он на многом у меня старше, он умнее, мало что мне кажется. Ну, примерно такой момент. А случайно нет такого правила, что если пророк получает пророчество, но Бог ему не говорит, пойди и скажи вот то-то и то-то, то это пророчество надо оставлять при себе? Смотри, я не видел кодекса правильного поведения для пророков. Не знаю, не видел, не опубликовали. Может, если погугли, то найдем. У меня есть целый урок по поводу этого. Авраам поступает так же? Он ничего не объясняет царе, он ничего не объясняет Ицхаку? Смотри, мне кажется, есть не то чтобы проблема, есть очень много непонятных мест. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, непонятных мест в отношении между праотцами и праматерью. Если возьмешь все эти три поколения хотя бы, да, там такие сложные, запутанные отношения, это такой как бы сгусток всего, что там можно, если ты даже по ниточке разбираешь, то тебя каждая нить ведет как бы совершенно в разные стороны. Понимаешь? Вот. И с другой стороны, все это как бы полярно. Почему? Потому что, ну, как бы известные постулаты, если хочешь сказать, что сказали мудрецы. То есть, деяния отцов, это как бы архетипы для их будущих поколений. То есть, это означает, что на самом деле не так, что мы говорим, а ну там первые поколения, там вообще столько было все намешано, там у них такие проблемы были. Знаешь, на целину уехали, все, трудно понять, что там происходило. Это не так. То есть, нам действительно надо смотреть, что происходило. Ты правильно говоришь? Как Авраам, Сара. У них были сложные отношения. Как она изгоняла Агарь. То есть, в каком-то, мы все время видим, что женщины видят где-то больше, чем видят мужчины. Но при этом они по каким-то соображениям. Они им этого не говорят. И вот эта вот история здесь с Ривкой и Цхаком. Она как бы выпьющая совершенно. Такое впечатление, что она изначально просто понимала чувство как угодно, какое будет развитие событий. Но тем не менее, тем не менее, она по каким-то соображениям, может быть, неправильна. Она изгонку этого не говорила. Хотя, если бы она этому сказала, может быть, события развивались бы по-другому. Окей? Натан, смотри, можно я продолжу вот то, что Нехама говорила. Если мы это выберем, тему здесь, как психология, семейная психология, то мы можем в этом русле разбирать отношения между Ривкой и Цхаком. Ну, если у кого-то другое отношение, что такое, кто такая там, или что такое Ривка и Цхак, да? И потом вот ты точно сейчас сказал архетипы. Если это архетипы, то это совершенно уже другая вещь. Поэтому смотря как мы это будем рассматривать, понимаешь? И потом... В чем вопрос? Я не понимаю. В чем твой вопрос? Не вопрос, я тебе говорю, ты говоришь, она там ему не сказала. Откуда ты, знаешь, сказала она или нет? Не все же написано. То есть ты вот выбрал, ну, как бы, линию, что она не сказала. Ну, я это, ну, да. Линию сказала она или не сказала, понимаешь? Подожди, но мы сейчас не говорим, как происходило на самом деле. Мы не стояли там. Так я тебе, вот я тебе и говорю, что смотря с какой стороны ты хочешь к этому подойти. Если ты хочешь подойти с теми, то есть психология. И почему жена не говорит там мужу? Ну, вот Аня примерно вот дала одну версию. Вот как бы можно вот так. А по поводу беспричинной ненависти, поправь меня, если я не права. Мне кажется, между разными народами не очень действует вот эта, ну, как бы, функция беспричинной. Потому что между разными народами, тем более разными религиями, причина всегда есть. Мне кажется, беспричинная ненависть, это больше, когда внутри народа, нет? Смотри, понятно, что есть причина. Мы слушали, если кто-то участвовал в конференции по поводу катастрофы народов, да, Борис Мовцы рассказывал. Она как бы была, по фактажу, она была не беспричинная. То есть евреи между Первой и Второй мировой войной, они заняли в Германии. Настолько ведущих постов, там банки, я не знаю, еще что-то, что было совершенно как бы непропорционально соотношение евреев как бы среди немцев. Они были у всех на виду, все правильно. Но если они преуспевали, немцы тоже преуспевали, когда Эйцхак выкапывал колодцы, они могли послужить всем. Когда Перес предлагал сделать Ближний Новый Ближний Восток, от этого, грубо говоря, по идее, должны были выигрывать все. Вместо этого они взорвали автобусы. Почему? Какая в этом логика? Мне больше, по поводу, если ты говоришь, катастрофы, я что-то у меня из головы выделю. Помнишь, у нас был курс по истории, кто его вел? Мне больше импонирует та мысль, что вот эта ненависть к евреям, она лежит внутри христианства. И он это прекрасно доказывает. Ну смотри, ты нас уводишь, на самом деле, прости, что, да, но опять, вот я специально работал, Бориса Мавцира привел, он на самом деле, ну, на самом деле, да, он просто с самого начала отвел, он сказал, что темы христианства не было вообще. То есть у этой темы не было вообще. Он говорил, что причины, объяснял, причины были чисто материальные. Абсолютно. Но мы сейчас не будем туда идти. Поэтому, как бы, ну, а что, Ицхак и Плештин, там никаких христианств не было. Зачем надо было колыться? Не, ну мы можем туда не идти, это опять же, кто выберет. Окей, ну, никакого христианства не было, Плештин и, как бы, и Ицхаков, никакого христианства не было, абсолютно. Окей. Но у них были разные религии, да? Ну, я не знаю, сколько у них были. Не было там, они про религию не говорят. Они ему говорят просто, лех ми и тану. Почему? Потому что тема такая, ты сильный стал. Мей и тану, это вообще можно звучать как от нас. То есть, грубо говоря, ты используешь нас. Ты не по-честному стал сильным. Это тоже есть такое мнение. Ну, там, как бы, никаких, там никаких, да. Я просто не знаю, так говорить, но, насколько я помню, там есть такое, может, мне поможет, что, Андрей, там есть такое упоминание, что это постоянно повторяется и Ицхаком, еще с кем-то, что мы видим, что ты вот благословен Богом, да? Что вот тебе, как бы, вот, все это происходит не просто так. И вот оно себе и есть противостояние, понимаешь? Ну, да, нет, я с этим согласен, пожалуйста, в Египте было то же самое. Пру, рву, там, евреи размножались, все на дикой, то есть, все время, как бы, на виду у народа, в котором они, как бы, пришельцы приходят. И видно, что с ними происходит, не ложиться в какие-то нормальные, естественные рамки. И это вызывает... И это всегда пугает людей, естественно. Ну, да, окей. Юра Линец. Да. Юра Линец, да. Если можно на эту тему. Сава и Якова. Значит, я вижу эту ситуацию совсем по-другому. Дело в том, что у наших праотцов есть три парадигма семейных отношений. Отношения Авраама и Сары, отношения Ицхака и Ривки и отношения Якова с его женами. При этом, ну, я, это самое, что называется, как мне кажется, да, не сразу кидайте в меня камнями. Значит, у меня есть такое впечатление, что Сара видела гораздо глубже Авраама, и Всевышний сказал Аврааму, во всем слушайся, Сару. И она была ведущая в паре, а он был ведомым в ряде ситуаций. Отношения Якова с его женами прямо противоположные. Яков лидер, как он сказал, так и будет. И он призвал своих жен и сказал, делай раз, делай два и делай три. А вот отношения Ицхака и Ривки – это отношения гармоничные. И только про них, между прочим, сказано и полюбил Ицхак Ривку. И это гармоничное паритетное семейное отношение. И поэтому говорить о том, что Ривка что-то скрывала от Ицхака и действовала как-то, вот, мне кажется, не вполне правильно. Послушай, она явно обманывает. Стоп, стоп, стоп. А вот теперь я тебе всю ситуацию нарисую по-другому. Что Ривка Ицхака не обманывает ни разу. Что все, что они сделали со своими сыновьями, это была типичная педагогическая инсценировка. Они поставили, вдвоем поставили, совместно, задачу. Они видят, оба видят, что у Яакова есть недостаток. Какой недостаток Яакова? Он человек шатра. Он что-то учит. Он там великолепно разбирается в каких-то логических тонкостях. Но он очень далек от практики. У Исава есть свои достоинства и свои недостатки. Какое его достоинство? Он великолепный практик. Он может ловить зверей, он может там готовить еду и все такое. Но у него есть недостаток. Значит, он считает, что занятие Яакова – это пустое дело. Что главное – это практическая работа. А вот всякие там размышления логические – 35-й вопрос. И вообще недостойно настоящего мужчины заниматься чтением книг. И они конструируют педагогическую ситуацию, в которой каждый должен исправить свой недостаток. Не отказаться от своих достоинств. Но приобрести достоинство другого человека. Они рассчитывают, что будущий еврейский народ будет твердо стоять на двух ногах. На одной опоре. Я понимаю, послушай, я концепцию понял, но опять. Вот, а теперь я показываю, где это в тексте. Потому что, когда Ривка говорит Яакову, а ты теперь пойди к стаду, возьми хорошего козленка, и я приготовлю вкусную еду, то она его ставит в ситуацию для Яакова абсолютно непонятную. Где это стадо? Какой козленок является хорошим? Может быть, хороший козленок – это белый? Или хороший козленок – это черный? Или пушистый? Или еще что-то? Надо понять. Пойди, найди, отбери, принеси, займись практической деятельностью. Она ставит его в такую ситуацию. Для Эсава вот эта же педагогическая ситуация выглядит по-другому. А теперь ты великолепно, ты сходил в поле, ты все сделал. Но теперь попробуй принять главенство брата своего. И вот ставят их в две ситуации, каждого в свою. И теперь смотрим, что получается. Яаков со своей задачей прекрасно справился. Он и пошел, и отобрал, и принес. И это действительно правильные козлята, а не какие-то другие. А Эсав со своей задачей не справился. То есть они поставили чисто педагогические задачи перед одним и перед другим. По тексту это не так, Юр. Но я понимаю твою схему, понимаешь? Но она выглядит красиво педагогически по Макаренко. Но по тексту это не так. Да, именно по Макаренко. А по тексту это точно так. Секунду. Смотри. И опять же, концепция такая может быть, но мне она не... Я не могу ее принять. Потому что ты снимаешь все напряжение. Я вижу дикое напряжение между всеми четырьмя персонажами. Включая Ицхака и Ривку. А ты говоришь, нет, они в каждом Макаренко. Один кнут, другой пряник. Они все договорились. Ну как же договорились, когда мы видим, когда Яков жалобно говорит. А если меня проклянет вообще? Она говорит, не волнуйся, на мне будет проклятие. А ты снимаешь все напряжение, понимаешь? Поэтому я не говорю, что это нелегитимно. Но мне это, лично мне это не нравится. Понятно. Нравится. Но я предлагаю... Окей, спасибо. Давайте сделаем такую штуку. Есть такая идея. Окей, Бесадр Гамур. Давайте, если вы не против, давайте перейдем хотя бы частично, посмотрим. Откройте, пожалуйста, чат. Там каждый может увидеть. Давайте посмотрим. И хотя бы... Поскольку мы к этому не готовились, но хотя бы наметить какие-то векторы ответов на те вопросы, которые задал Гриша. Итак, читаю первый вопрос. Когда Яков молится о детях, используем глагол «Айн Таврэйш». Айн Атар. Правильно? В Белом издании. Вот один из авторов Белого издания. Как Белый дом. В Белом издании подчеркивается, что это очень сильное слово. Оно значит умолять. Сымян умрить и жаловаться. Ну, как понять, что Всевышний тоже Атар. Я единственное могу сказать, действительно, про современный иврит. Атар – сильное слово. Я не думаю, что в современном иврите «лаатор» или «атар» – это жаловаться. Например, апелляция Верховной Суды – это то, что мы слышим все время. Например, «Эм Атрула богат». То есть это на самом деле какое-то даже не обращение, а вот это подача апелляции, то есть прошение. Это больше действительно похоже на прошение о пересмотре, о рассмотрении. Это вот называется… Это во всяком случае так мне что-то слово «атар». Поэтому в этом, если так это воспринимать, то то, что Атар – Всевышний, это тоже. То есть Атар, мне кажется, что это какое-то действие, которое по эмоциональности выше среднего. Это не то, что положено, а это как-то снизойти или что-то. Но вот это когда ты просишь что-то, что в принципе тебе не полагается 100%, либо ты сможешь пересмотреть что-то. Понимаешь? Но это умолять русское не совсем подходит. Умолять на иврите – это лейтханен. То есть, но Всевышний-то ни о чем его не просит. Всевышний, наоборот, удовлетворяет петиция. Ну да, Атар, в смысле… Да, действительно. Нет, нет, там просто беньяны разные. Корень один, беньяны разные. То есть там, где Всевышний, это уже пассивный. Ицхак его умолял, а тот с милостью велся. Там разные огласовки стоят. Спасибо. И апелляция – это все-таки жалоба, Натан. Что? Апелляция – это все-таки жалоба. Смотри, я не знаю точной респруденции. Просто по-русски слово «жалоба» – это я на кого-то жалобу. Ну, в принципе, да. Твия, твия, потому что на иврите на современном, современном иврите «твия» – это на что-то по-русски называется «жалоба». Но, например, если тебе, не дай бог, кто-то что-то причинил, то, что тебе не нравится. Правильно? Ты идешь, начиная с полицейского участка и кончая дальше, и ты делаешь, ну, видите, называется «ласо твия» – «лидбоа». Значит, я на тебя не жалуюсь, я от тебя требую. Твия, твия – это не столько жалобное, сколько это требование. Это требование, требование – возместить мне, там, я не знаю, причиненный ущерб и так дальше. Жалоба, жалоба на иврите, это тлуна, это лейтлонен. Такой тоже, человек подал тлуну. Тлуну, действительно, я на него пожаловался. Твия, я думаю, твия, твия, когда есть конкретное определение, что человек хочет. Вот я думаю, в чем разница. Лейтлонен – это просто жаловаться. Вот у меня соседи, они тут устроили громкий звук. А когда твия, это я говорю, он починил мне ущерб, я его оцениваю в полмиллиона. Пожалуйста, вот я делаю такую твию. Я думаю, что это такая разница. Но «атар» действительно, емкое слово, надо посмотреть. Ну, вот это то, что приходит на ум, хорошо? Окей, следующий вопрос. Почему Всевышний говорит Ицхаку, что даст ему все ради заслуг Авраама? О заслугах Ицхака, согласился на Акиду, ничего не говорит. Наоборот, Якову дается благословление Всевышнему без ссылок, что это ради его деда и отца. Ведь Яков к этому моменту еще не имеет заслуг. Пояснить, Натан, или понятно? Ну, вообще, пояснить, в каком месте Всевышний говорит Ицхаку, что ему все за ради Авраама? Вот когда он собирается идти в Египет, Всевышний ему говорит, не ходи в Египет, иди в Грар. Вот. То там идет такая длинная речь, и в конце сказано, что вот потому что я поклялся отцу твоему за то, что он выполнял установления мои, торы мои и так далее, и так далее. Но ни одного слова за то, что у тебя, Ицхак, тоже есть некоторые заслуги. Вот. А с другой стороны, когда... И это при том, что Ицхак прошел через Акиду. А с другой стороны, потом, когда его сын Яков, еще ничего не сделавший, просто отправится из дома, туда, к Лавану, вот. То тут Всевышний с ним разговаривает и не говорит, что это в заслугу кого-то там, вот. А прямо-таки вот именно его. Смотри, у меня нет однозначного отбива, правильно? Но я могу сказать, вспоминая, как бы, комментарии Ханан Парата, известно, что, ну вот можно... Есть архетипы, да, трех праотцов, трех основателей, три опоры еврейского народа. Авраам – это Ар. Ар – это гора Мория, где была Акида. Ицхак – это поле. А Яков – это байт, это дом. И, как бы, парадигмы, они более-менее понятные, да? Ар – это, как бы, надо было подняться на гору Мория, для того, чтобы понять там предназначение, общий путь сверху и так дальше. Надо было спуститься в поле, как это сделает Ицхак. Ицхак сказан в «ласох бессаде». То есть он вышел, как бы, разговаривать, либо молиться, либо общаться со Всевышним. Да, «ласох бессаде», когда он встречал, когда Ривка его увидела. Да, и третий Яков – это байт. Почему? Потому что это постройка, как бы, на его 12 колен и так дальше. Ну, вот, между этими тремя, как бы, парадигмами, наверное, как бы, это строится, у каждого своя дослуга. Но при этом, наверное, правильно понимать, что у каждого, как бы, есть свой, не знаю, какой-то капитальный аспект. Если у Авраама можете взять аспект, не знаю, Лех-Леха. Это, в первую очередь, первый Иври. Это первый, который Иври в том смысле, что весь мир по одну сторону, а он по другую сторону. Это Эвер, да? Это Иври. Ой, Ицхак, Ицхак – это, по-видимому, как бы, Акида. И то, что, как бы, самое начало, самое начало, он был ненормальным, он был, как бы, в каком-то смысле, не от этого мира. И, наверное, поэтому это тоже какое-то направление объяснения, что Ривка видела больше, чем видит он. Я сейчас не говорю о том, что у него там глаза и все, что во время Акиды, Медраж говорит, там, ангелы плакали, ангел плакал, попала слеза, у него испортил зень и пятое десятое. Ну, видно было, что он, как бы, он хуже разбирается в ситуации практически, чем это делает Ривка. А Яков уже действительно постройка, хотя тоже, вот, как бы, возвращаясь к тому, что Юра говорил, что он так управлял, так вспоминая, вообще говоря, как эти жены отыгрывали, как бы, этого Якова, да, перекладывая его из одной кровати в другую, создавая еврейский народ, так сказать прямо, что он ими управлял, ну, не знаю, это очень, или либо это на уровне, как бы, женской китрости, не знаю. Ну, там тоже, как бы, такие ситуации, правильно? Окей? Я прошу прощения, я предлагаю вопрос насчет того, что было раньше, пропустить, он совсем не важный. Ну, хорошо, я, может быть, даже, смотрите, каждый может выбрать и перебить меня, сказать, обратить внимание на тот вопрос, который ему, как бы, да, я вот перепрыгну и скажу, вот, пятый вопрос, Ицхак любил Исава, Ривка любит Якова. Может ли быть, что каждый из родителей любит только одного из детей? Одно дело возглавляет надежды, видеть характеры. А, действительно трудная ситуация. Это не очень, как такое может быть, что мать вообще, как бы, одному сыну говорит об мании, и явно делает предпочтение одному, в отличие от другого. Не знаю, это сложно. Можно пойти по теме, как Нахама отбивала по Медрашу, что, как бы, она понимала, что надо соединить одного с другим и так дальше. Или, как Юра говорил, что надо было Якову привить какую-то тему, связанную, как бы, с полем и так дальше. Может быть, что, как бы, вся эта идея, что Якова вырвали из шатров и, как бы, бросили вообще в поля, да, и потом он занимался этими биозоологическими экспериментами, да, с этими палками, и был, как бы, первой вообще этой самой генетикой, то есть это 5-й и 10. Чем может быть? Чем не может быть? Ну, вообще, сама постановка вопрос, как такое может быть? Не знаю, у меня нет на этом. Ты хочешь сказать, может быть, чтобы женщина, мама не любила одного ребенка? Я думаю, что это разное бывает, разное, но это любовь все равно. Ну, и потом она одежду его хранила и переживала, когда он женился на хананках. Это же говорит о том, что она любила, правильно? А если не любила? Ну, любила, да, по прямому смыслу трудно видеть, что она его любила, как бы, такой материнской любовью, когда она явно предпочитает другого. Ну, может быть, может быть, какое-то направление ответа, что она с самого начала, когда она была беременная, и, по-видимому, она чувствовала что-то совершенно ненормальное. То есть ты спрашиваешь, такого в природе не бывает, правильно? Я как бы пытаюсь отбить, тебе говорю, но она с самого начала поняла, что это за рамки природных явлений, что они ведут себя у нее в черве так, как не ведут себя. То есть там идет такая борьба, что это как бы просто вселенская война. И она поняла, что, не знаю, с этим надо что-то делать. Может быть, так, не знаю, но по прямому смыслу у меня на это ответа нет. Да, вот шестой вопрос. Опять же, беленькое издание. Вот у нас автор в наушниках сидит. Все-таки Яков обманул отца или нет? Обманул его или нет? Белое издание старается сгладить, как будто обмана не было. Да, сглаживают. Санчина дает понять, что в начале разговора Яков обманывал, а концу стал догадываться, кто перед ним на самом деле. Ну, хам и Лябович со ссылками на Барбанелли и других. Однозначно я обвиняю Якова в обмане, что его имя означает обхитрить. Ну, в общем, да. Что он даже не хотел идти к отцу, Ривка его буквально заставила. И что псалом кормил ты их вместо хлебом слезами, это наказание за слезы обманутого Исала. Смотри, это не только мы видим. Известная фраза, когда Лаван, обманув Якова, он ему говорит, это просто как бы звучит, в современном этаже говорят, а у нас так не делается. Это он ему что говорил? Он говорил ему, это как вот у вас, как вот ты обманул, а у нас так не делается. У нас, у людей так не делается. Так что на самом деле эта история была известна, понимаешь? Их не относились действительно как к обману. Мне-то потом еще одно пришло в голову, что ведь и Якова сыновья обманули, как бы дав ему понять, что Иосиф погиб. Смотри, вот мы сейчас обратимся к автору белого издания, который терпеливо молчит, ему наверняка есть что сказать. Но вообще еще раз, можно все сглаживать, можно как-то делать. Но по-простому, смотри, я не говорю там по фиктвангеру вообще, эти самые Иосифово братья, но все эти истории, они пронизаны человеческими эмоциями, пронизаны настоящим драматизмом, который объяснить просто чисто схематически он потому что так, а это потому что так, и сделать какой-то кубик рубика, где все складывается, у меня лично не получается, я не знаю. У меня это не получается. Можно вопрос? Да. Вот как раз в связи с этими обманами, хитростями, ну, будем условно понимать, что какой-то процесс вот. То есть, значит, у меня вопрос такой. Вот Якова научили, как обмануть, то есть с целью получить то, что ему было нужно, по мнению мамы. Но забыли научить защищаться от обмана. И этому ему пришлось учиться самому. Вот верно я понимаю? Да, да, это хорошее. Да, да, да. Мне тоже так кажется. Вся эта история с Лаваном и вся эта история с этим, это да, действительно, да. Да, 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 конечно. Тогда можно ли предположить, что Якова направили к Лавану с целью, чтобы он увидел мир с другой стороны? Да. Да. Смотрите, мне очень нравится ваше как бы направление. И мне кажется, что это ложится в какую-то некоторую вот такую аксиоматику, которая говорит нам о том, что с одной стороны все предначерчено. То есть понятно, что в конце этого пути прадцев должны были появиться еврейский народ, который стоит на 12 столбах. Да. Но как бы диалектика заключается в том, что не марионетки, которые идут по, как бы от одной точки к другой, выполняя предназначения и исполняя то, что им надо сделать, как в армии, и все быстренько доходит до цели. А каждый из них живет своей реальной человеческой жизнью. Он делает ошибки, его обманывают, он обманывает, он делает правильно, он делает неправильно, он раскаивается и так дальше. В конце концов, это просто мы знаем, да, они же не знали про это. В конце концов, мы знаем, что это приводит к некоторому окончательному результату. То есть есть божественное предназначение, которое исполняется. Но насколько быстро оно исполнится, каким путем оно исполнится, это зависит от людей. Это реально зависит от людей. Поэтому вот эти вот коллизии, которые мы видим, что Яков обманывал, из-за этого у него вся история как бы Слована, а потом это опять на Юсефа происходит, тоже с этими детьми. Да, невозможно отделаться от мыслей, что это какие-то все время аллюзии на тему одно, на тему другого. И в одном отражается другое, сто процентов. То есть такое пересплетение событий. Да. Да. Окей. Мне кажется, тут есть такая проблема, что просто вот в нашем восприятии современных людей, если речь идет о праведниках, о патриархах, то не может быть, чтобы они обманывали. Если кажется по тексту, что они обманули, значит, надо найти какое-нибудь объяснение, что они на самом деле не обманули. Я не знаю, есть ли у кого-то из комментаторов вот такое совершенно... Ну, а что такое обман? Смотрите. Ну, вот если мама говорит ребенку, будет не больно там и так далее. Ведь обман бывает с близкого расстояния, ну, действительно, как обман. Но на самом деле это такой педагогический метод, может быть, стратегическая точка зрения. Это явный обман был. Ну, послушай, почему тогда Ицхак не воспринимает это как обман, можно так сказать, что он не разносит там в пух и прах, по-другому реагирует? Он увидел другой аспект в этом человеке, который был до этого момента не проявлен. Арифка помогла его проявить. Вот бывает ребенок такой тихий, несмелый. Послушай, это тонкая линия. Если ты хочешь сказать, человек может обманывать, исходя из того, что он говорит, когда ты обман лошем шамайн. То есть я сейчас буду обманывать. Почему? Потому что я знаю, что это ложь, которая необходима в конце. Если ты спрашиваешь... Да, для создания семьи даже можно какие-то вещи можно и не сказать полной информации. Мне не очень нравится эта линия. Я не за то, чтобы обманывать. Я за то, чтобы был шкифут, чтобы была прозрачность. Готов говорить всегда правду для того, чтобы разрушить что-то, сказать, что там, ой, ты вообще некрасиво выглядишь. Или что? Просто можно сказать не всю информацию. Это не значит, что это обман. Смотри, я как бы не знаю, я не скажу такие тонкости, но мне кажется, что могут быть очень то, что автор говорил Машбер и Мун. Может быть, кризис доверия. Если человек чувствует, что человек ему не 100% откровенен, вопрос, который ты задала, мне кажется, или один из вопросов, это почему Ицкак так реагировал, почему он, например, не сказал, а я аннулирую. То есть, когда обман обнаружился и САП взвыл, то, по идее, нормальная реакция человека должна была быть такая. А, меня обманули. Все, тогда это не действительно отыгрываем назад. Позовите сюда Якова, все, я у него все отнимаю. Почему Ицкак себя так не повел, почему он все время был таким ведомым, вот это вопрос. Почему он не отыграл это обратно? А почему он Исавву сказал, а, знаешь что? Когда Исавву говорит, у тебя больше никаких благословений не осталось. Интересно, что Исавву тоже не ставит под сомнение легитимность того, что Яков получал. он выпьет от самого факта, он говорит, как такое произошло, второй раз у меня забрал. Но он не говорит, так это не честно, это должно быть отменено. Он просто у него справа, он понимает, как факт, и говорит, а что у тебя больше не осталось? Да, Исхак ему говорит, нет, нет проблем, я сейчас тоже что-то скажу и тоже ему что-то говорит. Вопрос? Не знаю, у меня нет ответа. Но иногда родители не видят какого-то аспекта в ребенке, ребенок замыкается, не открывается, другому родителю открываются. Возможно, Ривка увидела то, что Исхак не видел в Якове, и она с помощью такого метода помогла Исхаку увидеть. Бывает, тихим детям дают даже роли в постановочных театральных вещах, чтобы он проявился наоборот. Не тихий, какой он в жизни, а наоборот проявил. Посмотреть, чтобы компенсировать. Ты идешь по линии Юры, да, вот Юра, а ты идешь по линии доктора Линеца. Ну, это вообще-то так в педагогике принято. Хочется сказать, что есть такая педагогическая доктрина, вот можно там немножко обманывать, немножко это, это все. Мне это не очень... Но ты обман как бы представляешь в негативном таком качестве, а может, это надо слово другим заменить, ну, не обман, а другим. Ну, смотри, имя Якова, это не обман, да, его не называют Халила Шекер, да, его говорят Яков, значит, Яков. Обход такой. Поэтому ты можешь сказать, что это не был обман, это был такой, как объездная дорога, ну, был такой обход. То есть вот обойти Ицхак, у которого как бы проблемы были с тем, что он не совсем врубался в ситуацию, так грубо говоря. Ну, вот можно сделать такую объездную дорогу и назвать, и поэтому Якова назвали Яков. Яков это объезд, он просто объехал, он объехал Исауа, поэтому это может отвечать, дать ответ на твой вопрос, что обмана не было, был объезд. Ну, и то, что ты сказал, смотри, есть цель, но то, что запланировано Всевышним, но человек выбирает, по какому пойти пути, по длинному или по короткому. Вот, может, человечеству открылась такая, это, такой путь. Окей, я согласен с тем. Вопрос еще интересный. Зачем нужна была вот эта вот система как бы генетики, система как бы выбора одного из двух и так дальше? Это было у Авраама, из какого Ишмаэль, да? Это было у Якова, и это как бы продолжается. Мы видим, что это не просто так, это противопостояние между, скажем, иудаизмом и мусульманством, противопостояние между иудаизмом и христианством. Ведь это же как бы продолжается, мы сейчас не просто рассказываем там сказку о, как там, сером козленке или что-то такое было, да? Или как это было на самом деле. Мы же видим, что это как бы, ну, не то, что отзвуки этого, а просто продолжение этого происходит реально в жизни. Потому что никто не может самоидентифицироваться, если нет значимого другого. Может быть так. Смотри, тут как бы целая ветка ответов. Может быть так, может быть распространение. Для того, чтобы распространить иудаизм, должен был быть Исаф, должен быть Ашкинас, должен быть так, христианство. Мы как бы начинаем это самое, понимаешь? Видно одно, что это не система такая, что у тебя есть ствол, вот этот отросток тебе мешает, ты его отрезаешь, а это растет хорошо. Какая-то более сложная система получается. Конечно, более сложная. Да, даже отрезанный, даже как бы отрезанный, прояса ведь кончается, правильно? То есть он все махнул рукой, горела хата, пошел брать женку куда-то там от этих самых, от Ишмаэля. Ну и как бы потом один раз встречает Якова, Яков опять его так потихоньку говорит, он его дико убоялся, да, мы заглянем вперед, но как бы тоже он его так схитрил, сказал, ну я в общем пойду за тобой, но только знаешь, что ты так иди своим ходом, а мы постараемся успеть, у нас тут много скота, детей, то себе, пятый десяток, ну и отвалил от него. Все на этом история кончается. Окей? Ну дальше-то они как бы общаются с собой все время. Это же продолжается как бы до нашего времени. Но он видит и результат от Якова, каким он пришел, поэтому это тоже действует, извините, если Израиль сильный, то это действует, к сильным придут, и успешным, и так далее, и будут спрашивать, а как вы так смогли? Я не понял, но вот то, что Гриша сказал мне, как бы не то, чтобы понравилось, это отвечает как бы моему настроению, о том, что и самоидентификация, и самоутверждение, оно происходит где-то путем выставления себя напротив другого. Ну да. Они один просто как бы в вакууме или в идеальном пространстве. Так, наверное? Да, да. А вот смотрите, среди изучающих Тору и Писание существует такая тенденция к обелению или к очернению поведения того или иного человека. И в данном случае мы сейчас с вами занимаемся, значит, оценкой, пусть даже здоровой конкуренции между ИСАВом и Яковым. А если посмотреть на фоне кого это происходит, ИСХАК и РИФКО, у каждого из них есть свой жизненный опыт. И жизненный опыт ИСХАКа или ИСХАКа, как правильно, значит, он свидетельствует о том, что если ты следуешь определенным шагам в своей жизни, то есть вот он был послушан отцу, а кида ИСХАК произошла, и он вышел живым. То есть его жизненный опыт показывает, что если ты соглашаешься с текущими жизненными обстоятельствами, то произойдет именно так, как должно произойти. И поэтому я думаю, а почему бы ему не знать о помыслах РИФКО, знать о том, что она задумала, знать прекрасно, кто перед ним стоит из сыновей, и понимать, что его пытаются ну там то ли обмануть, то ли обхитить. Развести. Да? Да. И он просто-напросто наблюдает за игрой, за игрой в своей семье. Он понимает, что все равно победа будет свыше тому, кому она определена. Вот. Да, да. Смотри, это красивая линия. Окей, мне она не очень нравится. Почему? Потому что ты как бы отметаешь наличие экшена, наличие как бы реальной жизненной позиции, динамики. Ты как говоришь, это как мудрый, он все знает, он знает, что произойдет, эти пускай балуются, играют, все это неважно, я знаю, чем все это кончится, и ты получишь, и ты получишь. То есть как бы снимает все напругу. Мне это не очень нравится. Я считаю, что есть реальный драматизм, есть реальное напряжение, Исаф реально хочет убить, Ривка, Ривка идет совершенно на отчаянный шаг абсолютно, понимаешь, Ицхак, Ицхак, по-видимому, по-видимому, нам трудно понять, нам трудно понять, почему он любит Исафа, и у него цаит бы пив, когда Исаф явно манипулятор. Непонятно, понимаешь, но мне больше нравится, как бы, грубо говоря, линия Фихтвангера, когда есть реальные эмоции, и реальные, реальные, как бы, динамика развития сюжета, понимаешь? А мне очень нравится то, что Денис сказал, только в это не укладывается фраза, что у Ицхака помутило зрение. И помутило зрение, да, может быть, помутило зрение. Зрение ушло вовнутренне, так тоже можно понять. Значит, помутило зрение в том плане, что ему очки прописали, понимаешь? Нет, помутило зрение, что он... Смотри, практически каждая фраза, которую они говорят, это фраза, которые стали столпами. Фраза Коль, Яков, Еде и Саф, да, так, с Уграем скажу, да, закрыто, да, никто кроме нас этого не слышит. В наше время, когда было известно, что многие, как бы, официальные деятели, там, в синагогах и все прочее, они, в общем, подкуплены властью, и, во всяком случае, вот это была такая, была расхожая фраза, говорили, Коль, Коль, Яков, а Еде и Саф, понимаешь? То есть, они говорят так, а руки-то понятны чьи. И вот эта вот тема, она тоже продолжается. Практически все, что они говорят, понимаешь, это вообще, я не хочу сказать, что это афоризмами стали, но это действительно, это, можно сказать, летучие фразы, понимаешь? Коль, Яков, Еде и Саф, когда голос, голос Якова, а руки, руки и Сава, это вот тема. Окей? Ну, хорошо, господа и дамы, мне кажется, вот формат, который мы сейчас провели, мне кажется, что это близко к тому формату, который я вообще изначально предполагал для такого занятия. Да? Я извиняюсь, что кто-то, может быть, не успел что-то сказать, высказаться, но, опять же, это не по причине нашей агрессии и задавленности, да? И вам не надо одевать козьи шкуры и что-то такое делать, чтобы вам дали голос и пятое-десятое. Да? Окей, мне кажется, как бы, Натан, можно я там кое-что скажу? Кое-что, да, пожалуйста. Ну, вот ты сказал про Авраама, Ицхака, Якова, привел вот эти три столпа, да? Да. Я вот подумала, получается, что то, что было на горе Муряя, это было испытание для Авраама, а не для Ицхака, и поэтому это его заслуга, да? Да, Григорий? Вот я вот к этому, к вашему вопросу что-то вернулась, когда Натан это говорил, у меня сразу такое... Я об этом и думаю все время. То есть мы со своей стороны не можем знать, для кого было испытание, получается, да? Надо подняться на гору, понимаешь, Авраам понялся на гору. Это гора, море и я. Поскольку у нас там не было, понимаешь, для того, чтобы увидеть то, что видел Авраам, надо подняться на гору. А для того, чтобы почувствовать то, что почувствовал Ицхак, надо спуститься с Ады. А для того, чтобы построить что-то, надо вести себя как Яков. И тогда эти трое, они делают, вот все вместе делают некоторое капитальное как бы мероприятие. Окей? Ну хорошо, мы на этом можем разбегаться, правильно? Да.